всем привет всем здравствуйте сегодня у нас небольшая маленькая презентация промежуточной лимитной коллекции она у нас называется вилла ладзива вилла ладзива вилла ладзива не выговариваю блин в общем кто покупал предыдущую коллекцию лимитку она видите яркая а это коллекция такие выбеленные пастели особенно классно вот этот оттенок светлый кто помнит у нас был цвет гель-лака очень популярный назывался цветущая вишня этот оттенок 380 вот он такой бело-бежево-розоватый вот практически один в один похож на вот эту цветущую вишню вот у кого оттенок цветущая вишня когда-то был очень популярным прям ставьте плюсики вот вам этот оттенок понравится потому что он очень очень похож вот промежуточное маленькое количество лимит очка просто для тех клиентов кому ну и мастерам кому например яркие оттенки неважно какая сейчас мода не подходит потому что клиентская база такая что используя только что-то такое более базовое более классическая более приглушенная вот поэтому коллекция очень светлая нежная даже несмотря то что здесь такой вот фиолетовый симпатичный из 377 девятый он вот именно классический не яркие он без неонового подтона слегка выбеленный вот это для тех клиентов кто любит классику но чтоб все-таки было такое лето я здесь сделала несколько примеров с использованием только этих оттенков сейчас мы чуть-чуть порисуем можно сейчас даже выкрасить девочки принесете мне ложки прозрачные что я забыла ложки то принести сейчас мы сделаем выкраску небольшую вот и с вами порисуем тогда чуть-чуть порисуем спасибо ха-ха слушай здесь 1 отрез не то принесешь еще две спасибо так ну поехали короче у нас здесь есть оттенок давайте вот такой вот мятный красивой сегодня у нас эфир не запланированным я просто думаю что эту коллекцию выпустят только на следующей неделе она оказывается у нас уже скоро выходит вот поэтому сегодня у нас такой небольшой мини обзор коллекции вилла ладива и классический эмали так как эмали делаются на основе белой пасты соответственно они конечно очень плотный вот всегда яркие цвета чистые они всегда проигрывают выбеленным гель-лаком потому что здесь есть возможность плотность создать за счет белого пигмента внутри так следующий оттенок 379 такой вот фиолетовый тоже видно что на основе белого сделан этот фиолетовый и соответственно он тоже тонким слоем где сейчас его наношу и он достаточно плотный и кстати сейчас не видно сейчас темнее сейчас мы сделаем на фоне темной коробочки вот вот его цвет тон вернее не цвета том что эти когда на белом фоне он раз и темнее становится вообще он такой вот светлый ну нельзя сказать прям очень темный вот свет такой у нас еще раз напомню номер триста семьдесят девятый номер триста семьдесят девятый так номер триста семьдесят восемь красивый розовый цвет румян вот прям так и чистая чистая румяна так 378 или так тоже на основе белого поэтому соответственно очень плотный номер триста семьдесят восемь сейчас мы с вами будем делать дизайны поэтому дождитесь дизайны сегодня несложные приготовила простые вот и самый вкусный цвет в этой коллекции номер триста восемьдесят это как раз то что я говорила кто помнит цвет цветущее вишня ну прям может быть не совсем прям один в один но он из этой серии вот это когда такой светлый оттенок розового практически выбеленный но вот эти непонятно вот он белый он розовый молочный вот это все из этой серии цвета красивый оттенок последние три года белые оттенки молочные вот не выходят из моды постоянно нужно что-нибудь такое практически белое но не белое номер 380 варианты дизайна какие мы с вами поделаем давайте вот такой быстрый вариант с ручкой давно ручка не работали очень люблю работать с маркерами с ручками у меня какой-то тут лежал 05 он такой достаточно толстый брауберк специально не тонкий открываем все гирлаки сразу так и сделаем последовательности наоборот не как на образце сушим сушим сейчас сделаем наоборот когда от кутикулы идет белый мятный розовый фиолетовый местами поменяем так мятный люблю такие дизайны которые можно делать очень быстро сушим розовый сушим фиолетовый сушим и смотрите лучше всего конечно маркер линер ложится на матовую поверхность вот в идеале лучше брать матовый топ он тогда по матовому топу прям хорошо рисует вот но если нет матового топа можно брать тот же теклас вот но ручка не всегда хорошо скользит вот поэтому лучше в идеале рисовать возможно по зашлифованной поверхности вы можете тот же теклас нанести потом пройти шлифовщиком мелким там 240 единиц и тогда линеры маркеры они будут лучше рисовать то что они будут впитываться есть куда впитываться скользкой поверхности конечно сложно тяжело впитываться маркеру сейчас мы чуть-чуть другой рисунок сделаем сушим вот но я не стала брать матовый топ я хочу именно зашлифовать сейчас поверхность как раз для тех у кого нету матового топа окна у меня нет шлифовщика 240 вот я возьму 180 тоже в принципе подойдет так как у нас сейчас не мелкий рисунок там нет какой-то прорисовки сейчас бы там вариант с абстракцией поэтому возьмем такой сейчас пока у нас высыхает что нужно что прям хорошо просохла на черном фоне видите оттенки показывать он даже черный подносим уже из видо изменяется оттенок сейчас он правильный так как вот прям в натуре видно что это светлые пастели называется вилла ладива вилла ладива так все обезжириваем и берем как раз от маркер достаточно толстый вот это можно купить вообще в любом канцелярском магазине то что линеры которые вот тонкие до 01 есть 01 вот их найти сложно нередко встречаются вот а 05 проще даже в маленьком городочке так а здесь я предлагаю сейчас чуть-чуть видоизменить вот когда готовите например новую раскладку дизайнов для клиентов не знаете с чем поработать а нужно быстро всегда палочка выручалочка это маркеры линеры да и это spider гель это то что делается очень быстро почти то же самое только амплитуда чуть сильнее я сделал это больше даже нравится все теперь даете высохнуть аква капли не планируем выпускать потому что их очень сложно транспортировать еще много и много лет назад когда мне нужны были витражные краски вот мы поняли что аква капли невозможно будет транспортировать потому что там составе спирт идет их очень сложно сертифицировать этот продукт в европе но там проблемы именно в европе вот а вы знаете что у нас представительство находится второе в праге которая отгружает всю дистрибуцию на европу и на остальной мир и там намного строже законы вот и есть продукты которые мы зачастую там ноги удивляются почему вот это не выпустить вот это не выпустите по причине того что мы международная компания и у нас два офиса два производства одно из которых находится в праге и так вот капли капли легально официально с белыми документами их невозможно через лабораторию сделать в европе в общем такие продукты их там очень сложные транспортировать вот короче там много заморочек европейцы они помешаны на здоровье на всем остальном хотя я не вижу там проблемы в этих каплях никакой но вот возникли сложности именно в европе вот так как мы их не можем сделать в европе то и в россии мы не делаем вот хотя бывает что продукты какие-то европы например выпускает у нас их например нету таких продуктов мало практически нет ну незначительных капли чтобы делать над дизайны делать я же не буду делать дизайн и сидя здесь в россии говорить это только в праге продается вот поэтому материалы для дизайна стараемся делать чтобы одинаково и прага продавала и мы продавали вот как-то так так следующий вариант делаем однотонное покрытие в общем да мы слишком большие и мы немножко бюрократичные как знаете многие сотрудники наши говорят вот что мы такие медленные почему того бывает нет мы слишком большие а когда компания очень большая еще два офиса и два производства бывают продукты вот как капли не получилось выпустить бывает там какие-то базы не можем выпустить топы там или как знаете светоотражающие гель-лаки тоже так хотелось выпустить ну блин с ценой гель-лаков светоотражающих из китая конкурировать практически невозможно в европе такое произвести сложно потому что сам пигмент он достаточно дорогой для европы ой короче ладно зачем я вам это все рассказал так ладно берем тоненькую кисточку я берут 0 к л 5 у меня есть палитрочку сейчас порисуем чуть-чуть порисуем-порисуем инстаграм я говорю потихоньку возрождается нельзя сказать что конечно охват и просмотр вернулись но я считаю что с данным количеством приятно работать вот поэтому я снова вернулась сюда и провожу достаточно много здесь прямых эфиров сейчас хочу сделать рубрики у нас по четвергам будет идти всегда ручная роспись художественная которая будет вести эфиры наташа как люгина она будет только рисовать вот она будет рисовать это будет всегда четверг два часа дня по вторникам я хочу сделать эфиры по маникюру чтобы там было все без дизайна только покрытие однотонные и там с какими-то технологиями коррекции маникюра вот время мы еще не определили вот поэтому имейте ввиду это как гель-лалки да эти плотные эмалевые здесь можно порисовать что-нибудь единственное я периодически меняю в пены отработает работает в пены в какой-то момент становится не очень хорошо работающим любимым так сделали вот такую форму смотрите видно суши и есть можно добавить внутри зеленую полосочку и внутри фиолетовый принесите мне стемпинг я забыла стемпинг мне нужен знаете какой белый гель-лак ой не белый гель-лак а белый лак и черный лак у веры а вера веровка блин ладно без темпинга обойдусь уж теперь делать вера мершниченко что-то записывает это вы сегодня вообще практически вопросы не задаете так нет у меня на руках не капсула там вообще капсула нас ожидается две капсулы просто ведь из-за того что пенут у нас небольшие сейчас вот так помягче сказать потрясения экономические нас некоторые продукты сейчас задержка очень сильные выходят вот и я когда в том году вот капсулы мы выпускали нам очень понравился продукт и мы сейчас будем на них специализироваться скажем так именно на капсулах что ну по крайней мере нашему потребителю тот кто работает сами это в основном очень творческие мастера маникюра вам форматы капсул очень зашли потому что очень разбавляет работу придает какой-то интерес и вносит элемент творчества в эту рутину то что таким маникюр кто бы что не говорил он может превратиться в жесткую рутину от которой многих потом от которой начинается потом где просто отражение скажем так у вас наступает такое выгорание профессиональное чтобы профессионального выгорания не наступала нужно либо периодически на курсах учиться вот либо как-то делать свою работу не такой скучной рутиной вот капсула не позволяют какие-то такие интересные варианты творчества привнести и с клиентом интереснее работать вот поэтому мы вернули капсулы вот вообще они должны были первая капсула должна была выйти еще в апреле но третье задержалась и выйдет она аж в конце мая и выйдет наш в конце мая вот и уже вторая капсула тут же готова вторая капсула где-то в середине лета сделаем но чтобы интервал был вот опять же что такое капсула время капсула это готовые решения когда там какие-то всевозможные фусички декорации внутри одного комплекта когда уже разработаны типсы образцы дизайна есть на руках на типсах вот единственно мы не стали делать каталог в этот раз мы сделали электронный каталог мы не стали печатать потому что сейчас цены на бумагу на картон печать просто какие-то неадекватные вот на что действительно у нас цены поднялись в россии страшно это вот все что связано с бумагой поэтому капсулы которые выйдут там электронный каталог будет с дизайнами вот но он классненький получился первый каталог и второй каталог ты сейчас показывает ничего не буду из капсул вот уже ближе к концу месяца все увидите вот так здесь предлагаем нет я перепутала тут слайдер я хочу слайдеры приклеить хотела вам рассказать о том что у нас пришла еще дополнительная партия nail dress цветущий сад номер восемьдесят три она у нас просто заканчивалась очень быстро очень удачных два вот этих слайдера и гортензия восемьдесят четыре они закончились буквально там сразу же концу марта не было поэтому сейчас для лета мы еще раз да заказали что эти лето еще не наступило летний слайдер уже закончились вот поэтому сейчас есть наличие имейте ввиду на ими шоп у дистрибьюторов поспрашиваете вот я думаю что уже у всех появились эти два слайдером как раз с ними и поработаем так поэтому мы берем топ-слайдер как основу топ-слайдер как основу так суши 30 секунд одну минуту так и сейчас разбросаем здесь видите такие у нас разные мелкие цветочки мне нравится чем эти слайдеры очень много отдельных мелких элементов которые тоже там сам компонуешь либо просто разбрасываешь вот я прям сейчас их отдельно вырезаю эти мелкие цветочки и мы сейчас разбросаем так Так. Так. Видите, они на белой подложке, поэтому элементы отдельные, небольшие, потому что на белой подложке слайдеры, их большие лучше не делать, потому что белая подложка, она, конечно, толщину дает определенную, вот, поэтому мы с белой подложкой, если печатаем слайдеры, то они обычно вот такие отдельные элементы идут на них. Отдельные элементы, вот, можно и на цветное покрытие, яркое, рябое приклеить эти слайдеры, они будут читаться на черном покрытии, на ярких. Принесите мне коллекцию My Impulse, пожалуйста. Так, все, обработали ультрабондом, и также предлагаю глянцевым топом. Нет, это выкраску, да, прости, пожалуйста. Так. Все, и суши. Еще раз напомню, что основная локомотивная коллекция этой весны и лета, это яркая коллекция. Здесь очень классные оттенки, вот такой красивый лавандово-небесный голубой, 365-й. Здесь очень красивый лавандовый, конечно, бесспорно, вот эти четыре цвета, зеленый, оранжевый, желтый, синий, потому что они и все вместе смотрятся одновременно на всех ногтях, и просто однотонное покрытие. Вот, ну, для тех, для кого это слишком ярко, вот как раз у нас вышла вот эта коллекция, которая вам сегодня показывала выкраску. Видите, такие спокойные, приглушенные, но весенне-летние цвета. Ну, весенне-летние цвета. Так, ну, у нас вот такая вот пара получилась. Пару ногтей вообще можно сделать, когда полностью все в полоске делаете, тоже хорошо будет смотреться. Потому что сейчас маникюр просят длинный, длинные нарощенные ногти. Вот, помните, я весь год вас мучила делать, не делать готовые типсы, готовые ногти. Вот, они у нас будут, когда точно уже, не знаю, ну, я знаю, что уже заказ разместили. Ну, когда придет, потому что сейчас логистика плохо работает. И вот сейчас на длинные ногти просят очень много дизайна. И вот, например, когда делаешь просто все в те же полоски, например, очень классно смотрится именно на большой длине. Еще вот вариант, я сейчас уже, думаю, не будем показывать, потому что уже 14.33. Я сейчас стараюсь эфиры большие не вести. Ну, здесь вот, если присмотреться, смотрите, сделали градиент из-за трех цветов, потом взяли зеленый гель-лак и нарисовали именно крупный леопард. Вот, тоже очень прикольное сочетание. И какой вариант? Смотрите, вот здесь. Вот, я хотела со стемпингом тоже показать вариант. Ну, наверное, можно на следующей неделе поработаем с этой коллекцией, но будем использовать стемпинг. Здесь, видите, разноцветные мазочки, а потом просто берете этот гель-лак светлый из этой коллекции и делаете рисунок. Вот, а в следующий раз мы тогда поработаем с вами с этой коллекцией в сочетании с стемпингом. Так, сейчас я сделаю обложку красивую для этого эфира. Или, наверное, я бы перевылажу. Сейчас поближе покажу вам. Можете прям сфотографировать с экрана. Все, всем большое спасибо за внимание. Вам хорошего еще рабочего дня и хороших выходных предстоящих. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok